Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня продолжаем готовить десерт пасхальная корзинка. В первой части мы с вами уже приготовили ароматный бисквит с запеченными яблоками, с грецкими орехами и корицей. Ссылка на это видео будет в описании. А сегодня вторая часть приготовления сливочной карамели. На канале уже есть два видео рецепта карамели, но там мы топили сахар с добавлением воды. Ссылки на рецепты я также оставлю под видео. Но сегодня хочу показать, как готовить сухим способом, то есть без воды. Для этой карамели нам понадобится всего два ингредиента. 100 граммов сахара и 100 граммов жирных сливок жирностью 33-35%. Сотейник с толстым дном ставим на плиту и на дно насыпаем небольшое количество сахара, так чтобы он покрыл большую часть дна тонким слоем. Нагрев включаем средний или средневысокий. И ждем, пока эта порция сахара растопится. Пока ничего не перемешиваем, иногда можно только встряхивать сотейник для более равномерного нагрева. Внимательно смотрим и ждем, когда у нас эта первая порция сахара растает. Когда видим, что начали появляться темные прогалинки, сахар становится жидким. Убавляем нагрев почти до минимального и начинаем сахар перемешивать, постепенно подсыпая новые небольшие порции сахара. Перемешиваем и ждем, пока у нас снова этот сахар растает. Как только растаял, добавляем следующую небольшую порцию сахара. Пока в сотейнике растопленного сахара немного, мы совсем по чуть-чуть добавляем новые порции, не больше столовой ложки. Нагрев подбирайте так, чтобы сахар не горел и тихонько плавился. По мере того, как растопленного сахара в сотейнике становится все больше, то и объемы вновь добавляемого кристаллического сахара можно увеличивать. Нужно стараться, чтобы на стенке сотейника и на лопатку налипало как можно меньше сахара. Добавляем последнюю порцию сахара и дожидаемся, пока он весь станет жидким. Одновременно на соседней конфорке нагреваем жирные сливки, слегка помешивая, чтобы они прогревались равномерно. Доводим их до кипения, но не кипятим, а сразу же снимаем с плиты. Небольшими порциями вливаем кипящие сливки в растопленный сахар и перемешиваем до полного объединения сливок и сахара. Будьте очень аккуратны, так как идет активное парообразование. Старайтесь держать руку подальше, так как пар очень горячий. И так понемногу вливаем все сливки. Хорошо перемешиваем и когда карамель стала однородной, выключаем нагрев и снимаем ее с плиты. Полученную карамель сразу переливаем в другую емкость. Сначала карамель достаточно жидкая, но после остывания немного загустеет. Ее нужно накрыть пищевой пленкой в контакт и дать остыть до комнатной температуры, чтобы использовать для крема. В следующей части на ее основе мы приготовим карамельный крем для пасхальных бисквитных яиц. Вот такая получается консистенция у карамели после остывания. Включайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в новом видео!